22 июня в России, День памяти и скорби, в этот день, 82 года назад, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Она длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни 27 миллионов человек. В День памяти и скорби в России отдают дань уважения тем, кто стоял на защите Родины, ковал Великую Победу на фронтах и в тылу. В сквере Победы к монументу воина-освободителя жители города возложили цветы. Порою, что солдат, с кровавой не пришедшие болей. 22 июня – день, когда наша страна столкнулась с одним из самых трагических событий в своей истории. 82 года назад немецко-фашистские войска атаковали мирные города и села. В России нет семьи, которую бы не коснулась эта война. Сегодня как никогда важно помнить о событиях в годы Великой Отечественной войны. Сегодня один из дней, когда мы можем возложить цветы к монументу и почтить память погибших. 22 июня – один из самых трагичных дней нашей Родины. Это день памяти и скорби. Его необходимо отмечать для того, чтобы помнить о подвиге прошлых поколений, которые принесли жертву ради нашего будущего, будущего наших детей. Мы день этот вспоминаем и с борью, и с горечью, и с гордостью, конечно, за наше поколение, за наших предков. Они справились и добыли великую победу. Победу в Великой Отечественной войне. Это память, которая останется для нас и для наших детей, для наших потомков. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят по всей России. В Муравленко участие в памятных акциях приняли школьники. Для ребят провели уроки мужества, информационные часы. Дети побывали на тематическом мероприятии, мы помним, в отделе досуговой деятельности. Им рассказали о событиях войны, о мужестве и героизме советского народа. Донести до подрастающего поколения правду о самой жестокой войне сегодня как никогда важно. Нас призывают не вспоминать о тысячах расстрелянных и заживо саживанных женщинах, до последней минуты боровшихся за жизнь своих детей. Может, кто и способен это забыть, но мы помним. А в городской библиотеке в рамках всероссийской акции «События немирной жизни» ребята из пришкольного лагеря с помощью интерактивной карты восстановили ход событий Великой Отечественной войны. Также девчонки и мальчишки узнали о земляках, которые участвовали в боях с фашистами. Библиотекари поделились воспоминаниями ветеранов войны, как прошла их молодость на фронте и спокойная жизнь после войны. Закончили мероприятие библиотекари мастер-классом по созданию свечи памяти. Алена Гафарова, Андрей Нагибин и Сергей Лукович. Новости Муравленко.